Дорогая церковь, дорогие друзья, в это утро вас сердечно приветствую. Действительно, после участия хора, после таких слов, после такого пения, наверное, можно сказать аминь и помолиться. Когда-то настанет день, когда вы увидите Бога лицом к лицу, те, кто ждали, кто жаждали этого. И вы сможете сказать, я люблю тебя, Господи, крепость моя. Когда-то закончится все, что происходит вокруг нас, и является ли наша цель попасть туда. Да, попасть в эти отношения, когда мы будем постоянно с Богом. Дорогие друзья, на прошлой неделе, проезжая мимо одной церквушки в Вест-Вирджини, они выставили афишу, написали «Signs saying Jesus coming». Признаки, знаки говорят, что Христос идет. И я не придал этому огромного значения. И проезжая дальше, Дух Святой начал говорить со мной, почему ты не задумался об этом. Я начал думать об этом, действительно ли я жду, ожидаю Бога. У меня вопрос сегодня каждому из вас, ждете ли вы, я не знаю, как прошла у вас неделя, как у вас начался день, ждете ли вы встречи с Господом? Или, может быть, мы не доделали какие-то дела? Может быть, нам надо что-то достроить? Может быть, нам надо доделать наш бизнес, чтобы все заработало? Может быть, нам надо получить до конца нашу диплом? Может быть, эти первые вещи – выйти замуж, жениться, выйти на пенсию. Ожидаю ли я Господа сегодня? Тот, которого жажду ли я? Могу ли я сказать, Боже, истомилась душа моя по Тебе, хочется быть в общении с Тобой. Молимся ли мы молитвой? Гряди, Господи. Если это у нас на устах в нашей молитве, Боже, гряди. И это не потому, что мне тяжело жить, или не потому, что что-то не по-моему, я устал от всего. Помните, когда Иона сидел под этим кустом, который засох, и он говорит уже, Боже, все, забери жизнь мою, так все плохо. Нет, потому что я люблю Тебя, Господи, крепость моя, я так хочу встретиться с Тобой. Звучат ли эти слова в наших молитвах, друзья? В прошлое воскресенье, кто был с нами на вечернем молодежном собрании, хор пропел прекрасные слова в песне «Я знаю Господа». Там был куплет, и они пропевали «Я знаю Господа, я знаю Господа, я знаю Господа». Я первый куплет слушал и слушал припев. Второй припев я уже пел с вами. В третьем припеве Бог проговорил моему сердцу, говорит, я могу так сказать о тебе. Мы можем говорить «Я знаю Господа», у нас может быть сто человек в молодежный хор, и мы можем громко петь об этом. Может ли Бог сказать сегодня «Я знаю Тимофея», и не стыдно ли мне будет про это? Может ли Бог сегодня сказать о вас «Я знаю Тебя»? Не только я могу говорить «Я знаю Господа», а Он может посмотреть назад и сказать «Я знаю Тебя». Какую характеристику может дать вам сегодня Господь в это утро в вашей жизни, в вашем служении, в вашем хождении за Богом? Что может сказать Господь о нас? Да благословит нас Господь. Дорогие друзья, в это утро мы с вами откроем текст, записанный в Евангелии от Марка, 10 глава, с 13 по 15 стих. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И хотелось остановиться на второй части этого повествования. «Ибо таковых есть Царствие Божие». Если Господь продлит нашу жизнь и в следующем месяце мы будем иметь детское служение, мы поговорим о первой части. Сегодня о второй. Это Христос говорит «Ибо таковых есть Царствие Божие». Интересно, что когда мы читаем это место в Священном Писании, долгое время я думал, что Христос говорит о детях. Вот дети, они все, и вроде бы такие хорошие, и безгрешные, и Бог их всех себе возьмет. Но здесь говорится «Ибо таковых». Само слово по себе «таковых» говорит о том, что такие, как они. Иисус Христос главой раньше будет говорить ученикам своим и фарисеям, те, кто окружали его, людей всегда интересовал вопрос, когда наступит Царствие Божие. И люди задавали, ученики задавали, задавали фарисеи, книжники, и Христос говорит «Царствие Божие внутри вас есть, состояние души». Но в этом месте Он именно говорит о том, чего мы ожидаем, к чему мы идем, где мы когда-то будем. Знаете, 1 Коринфянам 6, 9 стихе апостол Павел говорит, что другой «Или не знаете, что неправедные Царствия Божие не наследуют?» То есть есть Царство Божие, которое внутри нас, но есть Царство Божие, куда мы хотим идти, куда мы идем. И об этом говорит Господь. Какой ты должен быть? Каковых? О ком говорит Господь? Ибо таковых есть Царствие Божие. Задумываясь об этом, знаете, настолько много окружало людей Иисуса. Там разные евангелисты по-разному описывают. Это и Лука пишет, и Матфей об этом событии пишет. И написано там было «great multitude of people». Огромное количество людей окружало. Очень многие слушали. Очень многим было интересно учение Бога, потому что у него были чудеса. И интересовал вопрос всегда о Царстве Божьем. И евангелист пишет, что приводили детей. То есть это были дети, которых приводили. Один пишет, чтобы прикоснулся. Другой пишет, чтобы благословил. Евангелист Лука пишет, что это дети были еще, которые грудные дети, которых приносили ко Христу. И в той культуре, где жил в то время Иисус находился, то есть мама, она часто вскармливала ребенка до двух-трех лет. А то и было больше. И евангелист Лука именно об этом говорит. Если мы возьмем с вами возраст ребенка, два-три года, и Христос говорит, вот таковых есть Царствие Божие. Хотелось выделить несколько характеристик и качеств ребенка. Что мы можем взять для себя? Пример вот этого. Есть дети, которых ты не принесешь ко Христу. Бог благословил. У меня есть дети взрослые, постарше и поменьше. Но есть те, которых я могу принести, маленькие. Есть те, которых если я принесу, то потом меня придется приносить. То есть есть возраст такой. И первое, что хотелось заметить, это восхищение малышей наших. Как они воспринимают вещи. Интересно, что Псалом 8, 4 стих. Давид пишет такие слова. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и на звезды, которые ты поставил. Есть ли у нас время осталось в нашей повседневной жизни восхищаться Богом? Когда ты даешь что-то малышу, он берет одну вещь, поднял что-то, и он восхищается. Ему все нравится. И он восхищается, что сделал Папа, как он это сделал. У Давида было время посмотреть на небеса, на луну, на звезды и восхититься Отцом. Вы можете представить себе человека, который пасет стадо, во время этого всего у него было время посмотреть на небо. Когда вы в последний раз восхищались творением Божиим? Когда мы в последний раз могли сказать, Боже, спасибо тебе, такой снегопад, такое морозное утро, луна и звезды, сегодня, как никогда. Мы часто черствеем, когда становимся старше. Дети имеют вот этот подход восхищаться. Восхищаться тем, что делает Бог, что делают мои родители. И Бог хочет, чтобы это было от нас. Тебе кажется, ты ничего особого не сделал. Когда наблюдал за мной мой сын, я вокруг дома наводил порядок, и я первый раз в жизни взял бензопилу. Я никогда ее в жизни не держал, и я пытаюсь что-то с ней делать, и у меня не получается. У меня постоянно спадает цепь, у меня масло с нее. Он стоит, папа, вы так хорошо это делаете, вы просто профессионал. Он восхищается. Я говорю, сынок, я не умею это делать, я вообще не знаю, что я делаю. Восхищаемся ли мы нашим Богом? Тем, что Он творит в нашей жизни. Тем, что Он сотворил вокруг нас. Друзья, второй поинт. Быть полностью зависимым от Бога. Колоссянам, 1 глава, 17 стих. И Он есть прежде всего. И все им стоит. Деяние, 17 глава, 28 стих. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Ничего не происходит в нашей жизни без воли Бога. Если ты дитя Божие, если ты возрожденное дитя, да, хаос вокруг нас, да, где-то войны, да, где-то болезни. Полное доверие Богу. Господь усмотрит. Дети, которые доверяются своим родителям, они не переживают. Он вроде бы и приболел, но он знает, мама и папа рядом. Они помогут. Они не переживают, сильно не заботятся, когда, может быть, и финансов не хватает за что-то уплатить. Полное доверие Богу. Полностью мы и живем, и мы дышим, и Он контролирует все. Иисус Христос взял этого малыша, поставил, и многие видели. Он говорит, вот таковых есть Царствие Божие. Когда что-то не получается, и мы проявляем нашу немощь. Когда последний раз вы рыдали перед Богом, и говорили, Боже, я не могу. Боже, у меня не получается. Господь, мне тяжело. Почему у нас сворачивается такое мнение, что часто, идя за Богом, у нас только должны быть плюсовые, позитивные дни, и мы только идем с горки вниз, и все хорошо, и ветер в наши паруса дует. Апостол Павел запишет во 2 Коринфянам, в 12 главе 9 стих, Господь отвечает ему, когда он молился и просил у него, он говорит, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Дети понимают, что они немощные. И когда он подходит к отцу и говорит, папа, я не могу это сделать. Я не могу. Ибо сила его проявляется в немощи. Я не могу обойти в этом списке детское прощение. Потому что люди, которые смотрели на детей, я не знаю, те, у которых есть маленькие дети, вы можете понять, что такое детское прощение. Я не говорю сейчас о подростке, которому 10 лет, 11 лет, который может надуться, который может не разговаривать полдня, показать свой характер. Ребенок, которому 2-3 года, он прощает. Ифисянам 4 глава, 32 стих. Множество, друзья, стихов. Я выбрал этот. Но будьте друг к другу добры и сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Имеем ли мы сейчас детское прощение? Можем ли мы прощать близких наших? Можем ли мы прощать те, которые рядом с нами, так как прощают дети друг друга? Они играют, кто-то кому-то прилетело, и он поплакал, простили, и дальше играют, и все хорошо. Христос поставил малыша, говорит, вот таковых есть Царствие Божие. Прощаете ли вы друг друга? Можете ли вы простить и забыть? Знаете, когда у меня родился первый ребенок, я чувствовал себя таким папой. Знаете, хочется проявить себя, когда у тебя первый ребенок, что ты так хорошо воспитываешь, у тебя все получается. Я помню, мы были на свадьбе, и сидели, и плохо ввела дочь, очень плохо себя ввела, ей было годика три. И ты говоришь раз, говоришь два, говоришь три, и уже все, тебе же хочется посидеть, послушать, покушать, свадьба идет, а ты все время вперед и назад. И когда я уже не вытерпел, и встал, и взял ребенка, и вывел, и наказал ее. И бывает такое, что ты, знаете, русское слово, переборщил. Воспитывали ваших детей, у вас бывало такое? Ты молодой отец, и ты переборщил, ты много дал. И когда я ее нес назад из комнаты, в этот момент она обняла, положила голову на плечо, говорит, папа, я вас так сильно люблю, прощаем ли мы сегодня так, как прощают дети, так как Библия учит нас прощать. И к этому списку можно добавить много, можно добавить детская доступность, детская вера, доверенность, детская простота. Ибо таковых есть Царство Небесное. Еще раз я прочитаю это место. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне, не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Небесное. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok